В Норильск доставили ёмкости для нефтепродуктов на 16 тысяч тонн. Именно столько топлива попало в водоёмы после аварии на местной ТЭЦ. Ещё 5 тысяч тонн горючего загрязнили грунт. Его сейчас вывезли во временное хранилище, а территорию обработали специальными сорбентами. Подробнее о том, как устраняют последствия катастрофы, расскажет Борис Максудов. Территория у ТЭЦ сейчас напоминает безжизненную нефтяную пустыню. Солярка буквально припитала землю на несколько метров в глубину. И озеро, и солярки приходится либо выкачивать, либо засыпать песком, чтобы тот, как губка, фитал ядовитую для экосистемы смесь. Как минимум 20 гектаров земли сейчас отравлены нефтяными отходами. Весь этот гигантский объём нужно обеззараживать, иначе в условиях арктической зоны они могут превратиться в смертельный коктейль для экологии. Вопросов в технике нет, ресурсов у нас достаточно. Сегодня задача это максимально быстро собрать. Как само дистопливо в чистом виде, так и всю почву, которая пропитана. Вытекшую солярку приходится буквально выкачивать из отравленной земли. Из 20 тысяч тонн пока смогли собрать только 500 кубометров. Это меньше 2% разлившегося топлива. Сюда закачивают ту солярку, которая образовала такие своеобразные озёра. Здесь вот сейчас подойдём к одному из таких, можете посмотреть. Чистая солярка вот в этой яме сейчас находится. И таких вот озёр здесь на территории несколько. Сколько ещё топлива находится на этой территории, сказать сложно. Арктику спасают от отравления всей страной. У реки Амбарная, что приняла на себя основной удар, и где скопилось 15 тысяч тонн солярки, разбит полевой лагерь. 500 человек и десятки единиц техники. Плёнку из солярки, что покрывает 2 километра реки, нужно собрать как можно быстрее. Если дойдёт до озера, то это уже все нерестилища рыбные страдают. Плюс в районе озёр находятся места огнеиздавания, в том числе и краснокнижных видов водных, околоводных птиц. Ну, в общем-то, в этом опасность. Морские спасатели из Мурманска, сотрудники сибирского МЧС и нефтяники из нескольких регионов. В Норильске собраны почти все, кто имеет опыт ликвидации подобных ЧП в стране. Задача номер один – собрать нефтяные отходы в ёмкости. По плану, в сутки планируют собирать полторы тысячи кубометров солярки. Собрано более 700 тонн водонефтяной смеси. Отсорбирована территория на площади 14 600 квадратных метров. Это территория береговая зона. Потрачено 5 тонн сорбента. Пока экологи-спасатели ликвидируют последствия экологической катастрофы, на месте аварии работают следователи и специалисты Ростехнадзора. По некоторой информации, резервуар несколько лет числился как неработающий. В правоохранительных органах подтвердили, причиной прорыва стал просевший грунт. На всякий случай соседние цистерны топлива тоже выкачали, а на объектах компании проводят ревизию. Борис Максудов, Иван Лавриков, Юрий Толстов, Вести. Десятую часть нефтепродуктов собрали возле Норильска после прорыва резервуара на ТЭЦ. Чтобы собрать всё топливо, может уйти ещё около полумесяца. Помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы предложили США. Наш специальный корреспондент Борис Максудов передаёт с места событий. Река Амбарная. Одна из сотен северных рек, что буквально изрезали рельеф Арктики. Затерявшаяся в непроходимой тундре, именно она приняла главный удар экологического коллапса. В её воде, а вернее на ней, почти 15 тысяч тонн солярки. Добраться до основного места разлива можно только по воздуху. В этом и есть основная сложность для спасателей и экологов. Как вывести собранное топливо с территории, которая окружена непроходимой тундрой. 200 железнодорожных цистерн. Такое количество нефтепродуктов для арктических вод всё равно, что смертельный яд для человека. В отличие от тёплых морей, где такие аварии, нередкость в широтах вечной мерзлоты, природа не способна переварить и переработать такой объём. Технологи из Петербурга показывают нам самый экологичный способ собрать солярку. Этот сорбент на основе угля впитывает в себя плёнку. Самый тонкий верхний слой загрязнения. Его никаким насосом не возьмёшь. На амбарную привезли тонны такой спасительной для реки смеси. Плёнка на воде тонкая. И те привычные нефтесборные системы, которые мы используем для ликвидации мазута и нефти, и даже масла, они здесь неэффективны. Однако подход был найден, оборудование привезено верно. Даже для опытных мурманских спасателей это необычная операция. Именно они первыми пришли на помощь и остановили ядовитое пятно на подступах к озеру. Привыкшие собирать плотную нефть с более лёгкой соляркой, морякам приходится повозиться. Я знаю, что тяжело, все устали, но такая ситуация сложилась, что нужно сейчас качать, потому что оно всё скопилось в одном месте, чтобы потом опять не ловить. В первые дни после аварии мурманские спасатели спали всего по 4 часа. Необходимо было как можно быстрее установить несколько километров оградительных бонов и не дать уйти дизельному топливу вниз по течению. Практически не спим, и даже когда уже смену сдали, мы тут работаем по 12 часов. Ну это фактически так, да? Ну то есть не фактически, а теоретически. Но фактически работаем часов по 14, иногда по 16. Теперь здесь полноценная группировка из 500 спасателей, моряков, нефтяников и экологов. Палаточные лагеря растянуты вдоль реки и рассчитаны на постоянное проживание. Местные говорят, что повезло с погодой, обычно в это время здесь уже лежит снег. Пятно дизельного топлива в той реке растянулось на несколько километров, поэтому передвигаться между палаточными лагерями приходится на таких вот вездеходах, иначе до места назначения можно не попасть. Основную работу сейчас делают установки по нефтесборке. С помощью насосов и специальных фильтров они затягивают из реки солярку и переливают её в ёмкости. Мощности всех таких установок сейчас хватит, чтобы собирать по полторы тысячи тонн нефтепродуктов каждый день. С момента аварии прошло уже 9 дней. За это время собрать могли почти 9% разлившейся солярки. Сейчас её закачивают в специальные ёмкости для хранения нефтепродуктов. Как только наступят холода и к реке смогут подъехать грузовые машины, эти токсичные отходы увезут на утилизацию. Мы в беспрецедентный срок смогли мобилизовать действительно очень большой и технический, и человеческий ресурс. И собрав команду из 72 высококвалифицированных спасателей из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Санкт-Петербурга, мы в течение суток мобилизовались уже на место проведения работы. Собрать разлившуюся солярку должны за две недели. Сейчас уровень вредных веществ в воде превышен в сотни раз. Задача вернуть реку в её первоначальное состояние. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, местной экосистеме понадобится несколько лет, чтобы прийти в себя после такого нефтяного нокаута. Борис Максудов, Алексей Конопко, Иван Лавриков, Юрий Толстов. Вести. Река Амбарная. Норильск.